Спасибо студия, доброе утро, дорогие телезрители, дорогие автолюбители. В среднем срок годности, срок износа шин 5 лет. И следите за давлением, чтобы они прослужили этот отмеренный срок и во время шиномонтажа. Не надо самодеятельности, обращайтесь к специалистам, советует эксперт Александр Ковалев, который продолжает монолог, диалог с тобой, с нами про износ шин, что показывает нам ее срок жизни. Стоит обратить внимание на шину во время эксплуатации, перед тем, как его устанавливать, допустим, переходим с летней на зимнюю, есть такое понятие, как индикатор износа. Вот, допустим, смотрим, есть циферки 5, 3, то есть в момент, когда шина истирается, вот на новой шине циферка 5 есть, вот, как бы эта шина абсолютно новая. Есть циферка 3, то есть по мере износа шины циферки истираются. Вот, доходя до того, вот есть вот такие планочки, ну, индикатор износа, как только протектор стерся до вот этого индикатора, до данного шину необходимо заменить. То есть это сразу теряются свойства сцепные с дорожным покрытием, плюс эффект аквапланирования, то есть может, как бы, ну, свестись. И потом их утилизировать, да? А вот момент такой утилизации, их просто вот в мусорку или есть какая-то там? Нет, в мусорку, как бы, категорически запрещено, потому что это все-таки каучук, это все-таки, ну, загрязняет, скажем так, природу. Есть у нас предприятия в городе, которые перерабатывают эту шину. Приезжает вот, ну, у нас, в частности, по договору приезжает человек, у него есть как бы завод, ну, частный предприниматель, у него есть завод по переработке шины в крошку. Вот детские площадки у нас вот, ну, застелены такими ниточками тут, мягкими. Вот как бы, долгое дело. И давайте возможность людям устраивать эти черные пожары. Александр, а как хранить зимнюю резину, когда ты уже все поменял? Вот мы сейчас разговаривали за кадром, про балкон зашла тему. Ну да, у нас, к сожалению, как вот все мы храним шины? Гаражей, как правило, нету. Где? На балконе. Вот. Это категорически запрещено. Почему? Потому что, как правило, балконы застеклены, ну, неважно. Летом температура у нас наружного воздуха достигает плюс 30 и так далее. То есть шина высыхает. Ее нужно хранить, во-первых, в вертикальном положении. Вот так вот. Вот так вот, да. И переворачивать периодически. И при определенной влажности и температуре, ну, зимняя шина, она эксплуатируется в отрицательных температурах. Поэтому желательно хотя бы приближенной к нулю. Ну, если есть, возможно, где-то в подвале. Опять же, при влажности. Если есть возможность, вот в таком подвешенном состоянии, или прям можно вот так вот положил, и пусть она там. Ну, вот так вот стоя поставили. Только чтоб не одна на одну, а вот именно вот в ряд. Чтобы не было смещения каркаса шины, чтобы они вот ровненько стояли, и все. А обрабатывать надо? Может, целлофаном как-то закрывать? Нет, не нужно, конечно. Александр, и завершить наш сегодняшний такой триумфальную речь, посвященную шинам. Вот купил наш оператор Кудько зимнюю шину, полопарить все эти, у него шупы, раздосадован. Что делать, когда, если приходит понимание, что шина, ну, какая-то нехорошая? Ну, во-первых, это нужно шины приобретать не где-то там, ну, знаете, вот на барахолке там с рук приехали, там, купил мне шины, да, как там у нас в фильме. Я знаю, что у тебя плохие шины, купил мне новые. Нужно приобретать шины вот у официальных дилеров, которые дают гарантию на шины. То бишь, в случае какого-то повреждения, ты обращаешься, у тебя есть гарантия. Там, бесплатный ремонт, либо замена. То бишь, если выпали все шипы, там, сломались или что-то, то есть это рекламационный случай. То есть, ну, пишется рекламация на завод, как бы вам возмещается шина. Ну, опять же, если есть гарантия, на данный момент. Спасибо большое, Александр Ковалев, эксперт в области шин. Я надеюсь, что вы все, дорогие телезрители, уяснили и поняли, что на безопасности экономить нужно в последнюю очередь. И с рук, Дмитрий Кутько, ничего не брать. Я благодарю в организации съемок «Торговый дом Шинаторг». Рубрика «Внутренний кофе с Багляной» делает крутое пике, хорошего настроения и передает слово в студию Леша и Юля.